Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что ориентироваться вам нужно в первую очередь на саму себя, Екатерина. То есть, вот вы говорите, что я не хочу, значит, выяснять отношения, я не хочу конфликтовать, да, с другими людьми. Это ваше право, это, безусловно, ваш выбор. То есть, ну, вы могли бы конфликтоваться, вы могли бы спорить, могли бы бороться, могли бы отстаивать свои права, что, кстати, в любом случае придётся сделать. Вот. Но, тем не менее, это ваш выбор. И я полагаю, что вести себя с этими людьми стоит, как я это называю, обособленно. То есть, вы пришли работать, ну, в какую-то организацию, да, в какой-то магазин, и ваша основная цель – это заработок денег. То есть, вам больше, в принципе, ничего не интересно. Ну, именно, именно, на работе. Вам не интересны люди, вам не интересно то, что они думают, вам не интересно то, что они хотят, вам не интересно то, что они там, видят вас, как они вас видят, вам это неинтересно, и если мы исходим из этого, да, то есть вы вот сперва спросите, что для вас важно, вот вы на работу, зачем пришли, вы чего хотите, ну от работы вообще получить, вот вы говорите, у меня, у меня амбиции, да, желание зарабатывать, хочу добиться хорошего рейтинга и зарабатывать, ну то есть всё-таки цель есть, заработать денег, нужно понимать, что там, где есть коммерческий интерес, там нет каких-либо других отношений между людьми, да, то есть людей интересуют только деньги, людей интересуют только деньги, и если вас интересуют деньги, если других людей интересуют деньги, то соответственно на эти деньги будет борьба. Единственное, что вы можете сделать, это заниматься тем, чем вы занимаетесь, то есть делать то, что у вас хорошо получается, и не попадать в какие-то ситуации, когда вас можно в чём-то значит, в чём-то уличить, с чём-то обвинить, то есть вот первое время, да, сейчас за вами будут очень мощно следить, за вами будут очень мощно наблюдать, будут искать у вас малейшую оплошность, будут искать у вас малейшую ошибку, вот если найдут, вы будете уволены, если вы поддадите соблазну, да, и будете, значит, конфликтовать, будете спорить, придёте на личности и так далее, то вот по сути дела получится только то, что вы, ну, дискредитируете себя перед начальством, перед коллегами ещё больше, вот, и вы только потеряете своё место. Поэтому вот первонатрово, да, первонатрово выработаете в себе отношение к тому, что произошло. То есть вот недовольство у вас возникло, да, в коллективе, зависть, придирки со стороны более сильного коллег, более сильного продавца, да, придирки каких-какие, то есть одно дело, если это придирки по делу, по факту, по работе, да, то есть то, что вы должны делать, другое дело, когда это придирки такие, то есть вообще к вам отношения не имеют никакого. И понятно, что в этом случае вам просто не нужно на них обращать внимание, да, то есть вам нужно для себя чётко определить, желательно лучше начальство. что вам нужно делать, что вы должны делать, как вы будете делать и так далее. И всё. И чтобы вы больше ни от кого не зависли от этого, чтобы вы знали, что вам нужно делать. Вот. И тогда любые придирки, которые будут к вам, они, по сути дела, не будут иметь никакой силы, потому что вы будете знать сами, что вам делать. И всё. Если вот так получилось, что, ну, из того, что вам сказали, ага, действительно нужно сделать, сделайте, если так получилось, что не нужно делать, да, ну, то есть вот явно человек перегибает палку. Ну, соответственно, тут нужно сказать чётко, что я этого делать не буду. И всё. Нет, я делать не буду. Хотите жаловаться, жалуйтесь на счастье, но, пожалуйста, оно разберётся. Я этого делать не буду. Вот. И всё. То есть, с одной стороны, это чётко, чётко и понятно, ясное отношение к проблеме, да, к неприятию вас людьми. С другой стороны, это чёткая линия поведения, соответствующая регламенту организации. То есть, чтобы вы понимали свои обязанности, свои права, свою ответственность, чтобы вы знали, за что вы отвечаете, вот. И, с другой стороны, это вот чёткая дифференциация того, что вам говорят другие, да, и готовность сказать нет, если что-то пойдёт не так. То есть, вот, продаётся придирается, да, а он пытается вас принизить. Ну, понятно. Нужно принизить вас, чтобы, чтобы вам было тяжело, чтобы вам было сложнее, чтобы вы не смогли раскрыться, вот, и чтобы он остался на своих позициях. И, как бы, в этом есть конструктив определённый, да, то, что человек к вам придирается, вы учитесь понимать. Во-первых, на что нужно реагировать, на что нет. Во-вторых, если вы реагируете позитивно на какие-то моменты, то это хорошо сказывается на вас, на то, что вы будете делать дальше. И, так же, это для вас возможность говорить нет. То есть, отстаивать свой выбор. Вот. Я думаю так, я думаю так. У людей в любом случае возникнут негативные эмоции, потому что вы конкурент, всем угодить не получится. Негативные эмоции возникнут, потому что само, само начальство сделал так, что конкуренция это двигатель в продажах. Вот. И там, где есть конкуренция, там всегда есть недовольство, там всегда есть негатив, там всегда есть зависть и прочее. Вот. Вам нужно единственное, что снизить до минимума свою зависимость от напарников. Вот. Это вот нужно сделать. И если напарники все-таки должны будут для вас что-то сделать, то вам нужно их простимулировать. Не то это место, Екатерина, где люди руководствуются какими-то эмоциональными, ну, порывами. Это заработок. И заработать хотят все. Там, где есть заработок, там нет места другим чувствам по отношению к людям. Вот. Другое дело, если вас задевает то, что у людей возникает негатив к вам. Другое дело, если вам не нравится то, что вам завидуют, то, что придираются и так далее. Вот. Вот. Если так, если в этом все дело, тогда можно будет уже разговаривать с вами об этом. Это ваша неуверенность в себе. Это ваши, ну, сомнения ваши в собственных силах. Вот. Это, это страхи какие-то, безусловно. И это не умение выстроить личные границы с людьми. Вот. Но поскольку это ваша реакция, ваше субъективное восприятие, то и работать нужно над его природой. То есть как, откуда, почему у вас возникло такое поведение. Вот. Если начальство вас уважает, это можно использовать на руку. Это вам на руку. Ага. С начальством, с начальством можно разговаривать, с начальством можно решать какие-то вопросы, если вы знаете, что напарники и коллеги воспринимают вас негативно. Вот. И, собственно говоря, начальство можно использовать как определенное прикрытие. Да, то есть что-то не нравится, вот, пожалуйста, к начальству обращайтесь, оно все расскажет, все покажет, все объяснит. То есть сохраняется именно такие вот трудовые отношения с людьми. То есть исключительно в рамках регламентации. Вот. Ну а там, где есть элемент соперничества, да, там где есть борьба, ну тут уж, извините, тут уж, тут уж, как говорится, где борьба, там надо бороться. Все зависит от вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.